ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ...процедура. А также любила нам принимать годную процедуру подступления рояля. Сюда пригоняли специальный отход. На блатку стоял рояль. Специальный обычный человечек играл на рояле, когда Екатерина развлекала здесь механизм. Сразу по правую сторону борта вы можете видеть мобильную зелью дворец Сул. Когда граф Галисын имел неосторожность владеть этим домом, он открыл дом, публичный дом, горный дом и гостиницу. Затем инженер Березин и графиня Соловьева стали владельцами этого замечательного применения. И уже они опортили договор о продаже бюджетов Шалямина за одну коктейку. Так как договор о тарсине облагался очень большим водообложением. Во времена Советского Союза дворец Сул в Сул под патронатом и эгидой Юрия Гагарина стал первым в мире музеем космонавтики. Товарищ Юрий Гагарин оставил там какие-то свои личные вещи. Оставил, будет минировать, удастил на остатки скафандра после первого полета. И здесь вдруг обозрнул весь наш шаг. Первый раз, первый человек вышел в космос. И этот человек он называл в первом мире и космонавтики. Это достойный повод для гордости. И поэтому от Кушкинского грота до морфорта Артековского набережная в протяженности 3,5 километра имеет название Набережная Юрия Гагарина. Это подарок деток Артека великому русскому космонавту. Первому человеку в космосе. Артек владерёк полностью автономный. У него есть свой корпус, есть свой слот, есть своя автобаза, своя техника, свои автобусы, есть свои кораблики, которые возим где-то на экскурсии и послушаем не по морю. В Артеке множество бассейнов, водные аттракционы, кинотеатры в штатном лагере. В штатном лагере своя столовая. В Артеке свой комбинат питания. В Артеке своя милиция, своя охрана, своя скорая помощь, своя школа. И даже есть свой дедушка Ленин, со своим собственным музеем Владимира Ильича Ленина. И расположена над музей как раз вот этой вот стелочкой, возле которой стоит дядечка в пиджаке, который называется Владимиром Ильичем Лениным. Высота Владимира Ильича 22 метра его вес и восстанавливается в чистой красной милиции. Золотой, как у нас Артеке. Именно этот вид добавляют в золото. И стрелочка на ходящийся стадион, высотой 45 метров. С дальней стрелочкой по левую сторону. Вы видите в Хлокштоке. И главные фонари стадиона. Это тот самый стадион, на котором проводится детская новая волна. Именно сюда приезжают все звезды. И именно здесь, именно в Бурдубе, и более быстрее вы сможете встретить в лобилии. Потому как все они приезжают на новую волну. Вот мы сейчас проходим в Морпор Артека. Вы видите в Хлокштоке кораблей. Эти корабли катают деток по морю. Проводим экскурсии. И вот эти вот домики коричневые в Курсберге. Являются тем самым местом, откуда в свое время, в 1925 году, Зиновий Соловьев разбил первые палаточки. Привез туда первых деток. Зиновий Соловьев, прошу не подойти, Админи Соловьевой. Он являлся администром здравоохранения и культуры Советского Союза. И того времени. И разбив первые палаточки, Он взял пробы грунта, воды и воздуха. И пришел к выводу, что здесь идеальное место для оздоровительного детского комплекса. Выше идут лагеря Янтарный, Крустальный и Алмазный. А сразу над ними вы видите замкового типа крыши красненькую. Так вот, эта красненькая крыша – это артековская школа. Артековская школа отделана внутри красным деревом, белым мрамором. Оформлена была школа интерактивной. То есть любой родитель может из интернета залезть и посмотреть, что делает этот ребеночек на уроке. Как он слышит преподавателя, что преподаватель рассказывает детям. Ну, не будем многословно, отвлечемся к Аюдаку. Сам самыч Аюдак. Его возраст более 260 миллионов лет. Это все застывшая лава. В свое время он извергался на дне Мирового океана. И так и застыл в своей попытке. Он сам себя запечатал. Затем, в связи с движением технических плит, 60 километров по дну моря, Аюдак присоединился к Крымскому полуострову и поднялся на толще Мирового океана. Само собой, осадочные породы с него всыпались. И вы видите застывшие потоки лавы. Как эта магма текла, так она и застыла. На Мишке нет осадочных пород, но тем не менее, Вся шерсть Аюдака – карликовый дуб и можжевеловые рощи. Сизая зелень – это оливки. Карликовый дуб и можжевельник имеют дезинфицирующие свойства. Поэтому воздух от рук Аюдака на 300 километров дезинфицирован. Так что, ребятки, вдыхайте глубже. Это полезно для здоровья. На вершине Аюдака находится более 20 монастырей. Остатки от более 200 монастырей. Здесь были даже сиркирские монахи. Высота Аюдака – 577 метров. По одним из данных, а по другим данным – 566. Зная особенности Аюдака, ничего удивительного в этом нет. Так как не даром сюда прилетают инопланетяне. НЛО погружается на крайние точки мыса. Если вам повезет, вы увидите. Они, правда, график своих полетов не составляют. Но частенько появляются, дабы мы не забывали, что они тут есть. Ну и само собой, Артековская пухта – любимое место из локации дельфинов. Они любят сюда загонять рыбку и здесь они ее кушают. И не верьте, что дельфины спасают людей. Если видите рядом дельфина, лучше держитесь от него подальше. Нападать он на вас не будет, но спасать тоже вряд ли станет. А вот если вы его спровоцируете, он может ударить хвостиком. А с учетом его веса это будет неприятно. 200-250 кг весит средний Аболин. Состоит мишка из диабастовых и габродиабастовых пород. Все это спутники алмазов. Некоторые породы имеют скрупление алмазной пыли. Так, например, как диорит. Зелененькая порода на митой горе. Это большое здание, которое вы видите, это гостиница Айюздак. Ранее была построена для гостей Афтека. Сейчас пришла в частное владение. И теперь только в частном порядке нужно попасть. Но тем не менее гостиница полностью автономная. У него свой пляжик, своя парковка, свой хирогиадр, свои столовые. Все делано внутри дорого, красиво. Башным размахом Советского Союза. Красное дерево, белый рамок. Лучшая традиция СССР. А это хитерочки делают дно у нас. Трубопровод прокладывает. Они его сначала летом прокладывают, но, слава богу, пускай лошейки стоят, чем ходят трвалы. А трвалы у нас умудряются ходить очень близко к акватуре. Там, где им вообще не положено быть. Интересный вопрос напрашивается, куда же смотрят наши доблестные пограничники. Кто-то же эти травы сюда нас отпускает. Ну, пока наслаждаемся видом, ребятки. У нас экскурсия еще не закончилась. Сразу сзади нас, надстанем с надписью Artec, в дроссе зелени вы видите камушек, и одна сторона его желтая. Этот камушек имеет название «Красный камень». Помимо того, что там была смотровая, виду InuSat и Vision 10, у него есть еще другая интересная функция. Говорят, что лучи заходящего солнца, отражаясь от желтой стороны красного камня, попадают на виноградник. И тогда и только тогда этот виноград набирает особую силу. И из него получается замечательное вино. Гордость Массандровского винца вкоза, как пускат белый красного камня. Это вино завоевало множество медалей. Его оценили во многих странах, во всех фестивалях. И все эти медали изображены на этикеточке этого вина. Больше всего медалей. Блин, я уверен, что до 100% пускат белый красный камня. Потому что большего количества медалей не отложено. Пусть Массандровского винца поза еще не получила. Но тем не менее, любимым вином Александра Второго был портвейн красный южнобережный. Александр Второй тоже был не глупый человек. Не зря он был царем. Так вот, портвейн южнобережный это не бурлядина какая-то там. Это элитное марочное вино. Оно также имеет свои медали и свои гренни. Это вино тоже было заслужено по достоинству. Оценено любителями и профессионалами с армелье. Не знаю, как пил его Александр Второй, но я предлагаю его все-таки разбавлять на 30% яблочным соком. Получается, что яблочный сок оттеняет вкус вина. И вино становится чуть легче из-за того, что разбавляется соком. И становится вкуснее. Потому что яблоко оттеняет перед виноградом. И вы видите на мишке в полосу, вдоль черной бороды идет полоса. Эта полоса это техтонический разлом. Это та плита, которая держала эту сумагу над под собой. До тех пор, пока мишка не начал возрождать злитки. Именно на черной бороде, на уровне моря, находятся ржавые потоки. Это единственный источник моря пресной водой. Вода имеет омолаживающее свойство и выбравленный анализ. Она насыщена железом. И прописывают ее непосредственно в санатории за Медведь Горой. И когда прописывают им водичку, дедушка на лодочке приходит сюда. Набирает эту водичку. Везет ее обратно в санаторий и там ее непосредственно продает. Ее потребляют грамм по 150, по 200 км, по предписанию врача. И энергетика, у меня есть говорю, очень сильная. Здесь вы не сможете сильно напиться. Алкоголь здесь не будет иметь такой силы, как на берегу. А еще много чего здесь, другого можно делать. Интересно. Я не буду озвучивать все видео, что можно делать хорошо на мишке. Так и не случайно. Но можете не проверить это место, но вот стоит. Вот так.. Я беру тебя, извиняюсь. Что описаться либо такого позиции mı? �를 было вообще, или нет, глядя разом? Оцом отсыл where? Оцом отсыл на имени, и займять их пять угол до есть parti. Продолжение следует...